так чей крым вопрос чей крым это не просто про крым это про каждого из нас ответить на этот вопрос придется каждому и в рф и в украине нравится кому-то или нет но разница в ответах очерчивает новую ментальную границу между империи зла и остальным миром события 2014 года в крыму и донбассе останутся с нами навсегда в том смысле в котором с нами остаются пакт молотова риббентропа нацизм гитлера оккупация прибалтийских государств чехословакия 68 года афганистан и куча другой мерзости творимой правителями от имени народа дан этот ответ публично и лишь опытом на кухне все равно он определяет какой части мира относят себя говорящий вот он жесткий и офигенно неприятный факт лежащий в основе всех скандалов вокруг этого сами по себе скандалы возникли и продолжаются потому что передергивая и аргументируя люди пытаются оправдать свое якобы право не отвечать на этот вопрос нет и не будет такого права ни у кого десятки тысяч жизней поломанные отношения с бывшими друзьями родственниками они тоже оказывается бывают бывшими заставят отвечать всех без исключения также как отвечали все без исключения немцы сорок пятом за фашизм иногда в рамках для нацификации принудительно и перезахоранивая тысячи трупов и принудительно смотревшие на бывшие концлагеря совсем что там осталось после освобождения до правы некоторые относительно того что при нынешнем укрф нельзя требовать от россиян публичного ответа но это никак не избавляет каждого от необходимости ответить на этот вопрос себе а потом друзьям родным да и просто другим нормальным людям и ответ этот важен не для украинцев не для форумов он важен для отвечающего три года достаточный срок для осознания происходящего больше невозможно применять безличную форму и афемизм и типа как же это случилось ай-ай-ай поссорились братские народы и так далее придется отвечать на жесткие вопросы и с каждым годом они будут звучать все громче как и с каждым годом все громче звучит вопрос о сговоре с гитлером или вопрос о расстреле в катыни глобально какое-то имеет значение значение имеет только ответ если для россиян это опасно делать публично окей отвечайте себе сами шепотом или мысленно это важно это имеет значение это определяет вашу жизнь это определяет кто вы для всех остальных я не вижу ни одной причины не отвечать все остальное отмазки попытка спрятаться от молчаться именно такое молчание приведет и уже приводит к принятию всяких статей уголовного кодекса где написано что и как можно говорить а что нет ни одна страна не застрахована от этого и украина не исключение единственная страховка не молчать тогда не придется ценой жизни людей с деревянными щитами против а к добывать себе право говорить лично для себя я давно решил решил сразу сразу как это произошло крым это украина все что произошло в крыму это беззаконное вероломство и действительно родственники и друзья оказываются тоже бывают бывшими за эти три года я перестал общаться с большинством своих бывших одноклассников и знакомых именно по этому вопросу потому что для них крым оказался российским они не только приняли это они радовались они праздновали и до сих пор упорствуют в том что все что сделала россия было правильно